Гарантируем 180 дней без процентов навсегда по кредитной карте Газпромбанка. Бесплатное обслуживание и кэшбэк 1000 рублей на первую покупку. Всем огромный привет, с вами Ксюша. Я сегодня в своем любимом топике, в котором меня обычно тянет на поболтать, путешествия и так далее. В общем, поэтому именно сегодня мы с вами будем разговаривать. И для вашего удобства я сделаю тайминги, поэтому вы можете переходить от одного интересующего вас вопроса к другому. В общем, давайте начинать. Хочу начать с простого вопроса. Твой рост. Мой рост 170 сантиметров, и заодно я отвечу самые базовые вопросы. Меня зовут Ксюша, это мое реальное имя. Я живу в Нижнем Новгороде, мне 26 лет, мой день рождения в апреле. Я училась 11 лет в школе, далее 5 лет на архитектора. По национальности я наполовину русская, наполовину якутка. В Якутии я была один раз. Я обожаю, когда в разговорных видео сзади на диване сидит Ноксик, но сегодня у нее нет настроения, поэтому она села под кровать и не выходит оттуда. Какие у вас полезные привычки? Первое, что мне приходит в голову, это я пью достаточное количество воды, потому что вода необходима каждому, любому организму, и мы чувствуем себя гораздо лучше, когда пьем нужное количество нам воды. Я много гуляю, дышу свежим воздухом, и мне кажется, в любую свободную минуту я сразу же выхожу на улицу, ловлю на себя лучики солнца, свежий воздух, пение птиц. И это на самом деле хорошо действует как на нервную систему, так и в целом это гораздо лучше, чем сидеть в душном помещении. Поэтому свежий воздух, прогулки и занятия спортом. Вот такие три пункта я выделила, но на самом деле, если думать, то можно выделить много полезных привычек, которые я либо постепенно внедряю сейчас, либо хочу внедрить, либо у меня уже есть. Может быть, кстати, снять отдельное видео про это? Расскажи про второй прокол мочки уха. В прошлом году, летом, я сейчас это произнесла, и мне не верится, что это было так давно, потому что я очень долго это оттягивала. Я всегда мечтала проколоть себе вторую дырку, чтобы можно было две сережки как-то стильно комбинировать между собой. Я хотела, чтобы с одной стороны было две дырки, а с другой одна, для такой асимметрии, потому что я это люблю. И прошлым летом я наконец-то решилась, в один день я просто подумала, почему я постоянно откладываю такую маленькую мечту, возьму сейчас просто и сделаю. Так вот я записалась, а вот и Ноксик, а вот и Ноксик пришла, которая не хотела сниматься. Я думаю, вы ее не видите, но она тут вот ходит. Видимо, пошла кушать, поэтому сейчас будет хрустеть. Так вот, это было совершенно не больно. Гораздо больнее было откладывать это маленькое желание, постоянно об этом думать, чем потратить полчаса доехать до туда и две минуты проколоть. Если вы откладываете какую-то мечту, причем ту мечту, которую вы можете реализовать за день, то просто берите и делайте, потому что это того стоит. Каким кремом для зоны вокруг глаз вы пользуетесь? На данный момент я не использую один отдельный крем для зоны вокруг глаз. Я использую свой обычный увлажняющий крем, который не имеет каких-то едких отдушек, который такой спокойный, мягкий. Я наношу на все лицо, аккуратненько вокруг глаз, и в целом мне этого хватает. У меня как-то попеременно это происходит. Я то пользуюсь кремом вокруг глаз, то не пользуюсь. Вот на данный момент у меня сейчас такой период, что я не использую крем для кожи вокруг глаз. Пожалуйста, пишите в комментариях, используете ли вы, какие плюсы вы в этом видите. Верите ли вы в то, что он может убирать синяки под глазами, морщины. А вот и она! Ноксик, давай снимись хотя бы ради этого вопроса. Ксюша, как у тебя появилась Ноксик? Если что, Ноксик это девочка. Потому что многие думают, что Нокс звучит так, знаете, по-мужественному. Но нет, она девочка, и имя Нокс переводится как богиня ночи. Это имя я вырвала из контекста фильма Гарри Поттер. Мой любимый фильм детства, подросткового возраста. Как она у меня появилась, я ее заказала на Авито. Мы с Лешей просто искали котят на Авито, и у меня в приоритете были те котята, которые обычные, такие дворовые, которые просто родились, а не которых вот специально заводят и потом продают. Если я найду фотографию, то я прикреплю здесь, как Ноксик выглядела на Авито. Это было очень мило, потому что хозяева вообще из другого города, и они чисто случайно через неделю должны были быть в Нижнем. И я говорю, да, все, привозите. Я помню, как спустилась с 16 этажа, открываю дверь подъезда, и вот так прямо в дверях подъезда мне передают Ноксика. Я беру ее на руки и в обмен даю 5 рублей. Мне так мама сказала, что всегда, когда берешь домашних животных, нужно в обмен дать монетку. Расскажи про любимые места своего города, кафе. Скоро лето, и многие отправятся в отпуска. Я напишу вот здесь свои самые любимые места. Конечно, я про что-то могу забыть, но первое, что мне приходит в голову, наверное, и есть самое любимое. Поэтому, если вы приедете в мой город, я желаю вам хорошего отпуска. Это город закатов, поэтому самое важное, что я хочу сказать, это обязательно с набережной Федоровского посмотрите на закат. Это волшебно. Следующий вопрос. Как избавиться от перфекционизма? И его я решила соединить с вопросом, что бы вы изменили в себе? Как раз таки это я бы изменила в себе, потому что зачастую перфекционизм очень мешает. У меня есть огромный и отличный пример в жизни. Это Леша. Он гораздо легче ко всему относится. Да, конечно, перфекционизм иногда позволяет нам добиваться многого, дает больше целеустремленности, потому что пока вы не сделаете идеально, вы не успокоитесь, и это дает толчок к развитию. Но в разумных пределах, конечно же. В огромных пределах это, наоборот, может сказаться не очень хорошо, потому что вы либо сделаете идеально, либо не сделаете совсем. Так вот, иногда лучше сделать хоть как-то, чем не сделать совсем. Это относится ко многим вещам. Конечно, я не говорю, что придется делать тяп-ляп. Иногда нужно, знаете, просто взять и помыть посуду. Иногда нужно просто взять и убраться дома. Пусть это будет не идеально, пусть вы не идеально расставите вещи, но вы начнете это делать, и вы уберетесь. Как найти свой стиль, не покупая при этом кучу вещей для того, чтобы попробовать и понять? В этом вопросе я могу выделить три основных шага. Шаг первый. Вы открываете интернет. Pinterest, не знаю, Яндекс, Гугл, Инстаграм. И начинаете сохранять картинки по запросу стильные образы, образы на весну, и сохраняете все, что вам нравится. Поверьте, в этот момент вы поймете, что далеко не вся одежда вам нравится, и вы сохраните там, знаете, процентов 10, наверное. И уже на этой сохраненной доске картинок вы сможете проследить, что вы там, например, три раза сохранили коричневый жакет, джоггеры, и отсюда следует вывод, что вам нравится спортшик. Либо вы сохраняете только casual варианты, комфортные, либо вы сохраняете только яркие цвета, такие, знаете, контрастные сочетания, либо только черно-белые, классическое. И это, на самом деле, помогает собрать некоторую базу. То, что вам нравится визуально, и уже, отталкиваясь от этого, вы можете собрать то, что подходит вам к вашему лицу. Поэтому здесь идет шаг 2 — определить свой цветотип. В интернете можно пройти тест, либо просто посмотреть картинку, и, исходя из нее, определить свой цветотип. И по ней вы сможете понять, какие цвета вам классически подходят. Конечно, не 100% можно следовать этой схеме, но все-таки, если вы делаете первые шаги в стиле, то эта схема вам поможет. И третий шаг — это пойти в магазины и начать примерять в примерочных то, что похоже на одежду, которую сохранили вы. Вы сможете в примерочных понять, в чем вы чувствуете себя хорошо. Не бойтесь мерить то, что кажется вам, вот знаете, «Ой, я вот сохраняла кучу жакетов, но он мне 100% не подойдет». Просто берите и мерите, потому что у меня было несколько раз такое, что мне казалось, что эта вещь точно мне не подойдет, но визуально она мне нравилась. Я брала, мерила и понимала, что «Вау, почему я раньше не мерила там такой цвет, такой фасон?» Таким образом я находила новые для себя вещи, которые мне подходили. Пробуйте, экспериментируйте. Начинайте с недорогих брендов, возможно, с базовых вещей, либо с секонд-хендов, и далее постепенно себя узнавайте и переходите уже на более качественные вещи. На те, которые прослужат вам долго, и те, которые уже по стилистике подходят вам. «Хотела бы ты поехать в Дубай когда-нибудь?» И этот вопрос я выбрала не просто так, потому что в один момент, это был где-то четвертый курс университета, мы с подругой зимой резко захотели поехать в Дубай, в теплоту, солнышко, позагорать. Но параллельно с этим я вспомнила про вторую свою мечту — это посетить концерт Людовика и Науди. Я вам уже пару раз об этом рассказывала. И тот самый момент был для меня переломным, когда я выбрала себя вместо вот этой всей тусовки, потому что я проанализировала количество плюсов, плюсы поехать и исполнить свою давнюю мечту, потому что вот концерт был буквально через полтора месяца, либо поехать просто с подружкой там потусоваться, повеселиться. Конечно, и тот, и другой вариант заманчивый, и нужно исполнять в своей жизни и мечты, и отдых. Но я выбрала мечту и поехала. В Дубае я до сих пор не была, не знаю, в целом он меня не особо привлекает, только если там с какой-то хорошей компанией просто отдохнуть. Но если целенаправленно, я бы выбрала какой-нибудь другой город, где есть архитектура более интересная, знаете, как в Париже, в Барселоне. Но в целом я, конечно, хотела бы посетить все города мира. Это всегда интересно путешествовать. Раз уж мы начали про путешествия, следующий вопрос. Планируешь ли ты переезд в Москву и Питер? Да, я там была. Это хорошие города, но все-таки нет. Если я и буду переезжать, то либо на юг, где потеплее, может быть, другую страну, может быть, другой город. Но Москва и Питер не стоят в моем приоритете, потому что я не чувствую, что это мои города. Какие книги о здоровье и мышлении можешь посоветовать? Здесь я могу посоветовать одну книгу, которую я еще не читала. Да, звучит забавно, но я гуляла просто по книжному и набрела на такую книжку, как «Бонусные годы». Увидела ее, она меня зацепила. Я, во-первых, прочитала оглавление, пробежалась по книжке, потом прочитала отзывы, знаете, все как обычно, и поняла, что это очень классная книга, которая позволяет узнать о своей физиологии. Здесь затрагиваются такие темы, как «Почему мы стареем?», «Медицинские препараты, влияющие на продолжительность жизни», «Как нужно спать?», «Питание для продления жизни?», «Можно ли предупредить рак?», «Нужны ли витамины и добавки?» В общем, эта книга содержит основные вопросы, которые у меня периодически возникают. Поэтому я надеюсь, что в скором времени мои руки доберутся до этой книги. А пока что, если вы вдруг ее читали, то напишите обязательно в комментариях, вдруг вы меня смотивируете, и я поскорее дочитаю те две книги, которые читаю сейчас, и приступлю вот к этой. И еще я планирую посмотреть какие-то документальные фильмы, снятые на самые важные жизненные темы. Например, я слышала про документалку «Сахар», «Минимализм». Если вы знаете какие-то хорошие фильмы, также обязательно поделитесь, потому что иногда легче посмотреть какой-то фильм, смотивироваться и уже дальше читать литературу по той или иной теме. И здесь же были вопросы. «Давно жду видео о питании. Как удается поддерживать фигуру, раз ты ешь хлеб, булочки, круассаны?» Я думаю, о питании нужно отдельное видео, поэтому пишите, какой формат вы бы хотели. Например, «Весь день со мной», «Чем я питаюсь в течение дня», либо просто «Концепция моего питания», какие-то, знаете, например, 10 пунктов, которые я соблюдаю. И последний вопрос по этой теме — «Как ты похудела?» На самом деле я всегда была в форме плюс-минус, как сейчас, но в один момент я весила на 8 килограмм больше, чем на данный момент. И на тот момент я на самом деле худела, прямо целенаправленно, потому что мне было некомфортно в том весе. Во-первых, я, конечно же, делала упор на питание. Я старалась кушать больше зелени, рыбки, все такое полезное, в основном на пару, но я никогда себя сильно не ограничивала. Ограничивала я себя только в сладком, какие-то батончики, тортики, мучное, хлеб. Все это по минимуму. Если вы уж не хотите полностью от этого отказываться, то можно в первой половине дня это кушать, тогда это быстрее все сожжется в течение дня. Также я пила побольше водички. Водичка с лимоном, водичка с лаймом, с имбирем, потому что иногда наш организм может путать чувство голода с чувством жажды, и из-за этого мы можем переедать. Так вот, чтобы не переедать, чтобы не казалось, что я хочу есть, полностью закрывала свою потребность в воде и пила достаточное количество воды. Даже, наверное, чуть выше нормы. И еще два пункта, это, конечно же, спорт. Я активно занималась спортом, старалась делать его каким-то интересным, слушала вдохновляющую музыку, бегала на дорожке. Второй пункт в категории спорт, это побольше ходить пешком. То есть я помню, что выходила на две остановки раньше, чем моя остановка, и шла пешочком домой. Планируете в ближайшее время покупку квартиры? В ближайшее время мы не планируем покупку квартиры, потому что вот такой вот у нас план на данный момент. Но мы планируем переехать, потому что, насколько бы мне не нравилась эта квартира, здесь просто мое обожаемое место съемки. Именно здесь я начала активно развивать свой YouTube-канал. Но да, здесь нам некомфортно, потому что нет гардеробной, нет мест для хранения, нет балкона. Много таких мелких минусов. К сожалению, нам придется переезжать, а может быть, к счастью. Все, что не делается, делается к лучшему. Твое отношение к свадьбе-женитьбе? Давят ли на вас с Лешей родственники насчет свадьбы? После того, как вышло мое видео, я встречаюсь в пять лет, многие мне написали, что как это вы встречаетесь, мы этого не понимаем, это удобно молодому человеку. Конечно, у всех на это разные взгляды. Но у нас с Лешей... Другой взгляд чуть-чуть на это. И то, что мы не расписаны официально, ничуть не значит, что у нас несерьезные намерения. Мы это планируем. К сожалению, я не могу раскрыть там всех нюансов, но просто это будет чуть позже. Не переживайте, что там Леша меня обманывает, все у меня хорошо, все как надо. Если вы вдруг переживаете, что вы тоже долго встречаетесь, но вы еще не расписаны, то это нормально. Зачем следовать каким-то стандартам, принятым обществом. У всех разный путь, у всех может быть абсолютно по-разному. Даже если нас спрашивают там, когда дети, когда свадьба, я просто плавно перехожу с этого вопроса на другую тему. Живите своей жизнью и не переживайте о том, что думают о вас другие, какие вопросы они задают. Просто вежливо переходите на другую тему, как и я. Доброе утро! Однажды ты рассказывала, что пробовала лазерную эпиляцию. Ты продолжаешь ее делать? И какие впечатления после? Это один из первых вопросов, которые я задавала вам в своем телеграм-канале. Это моя первая огромная благодарность, когда вы меня поддержали, написали очень много комментариев. Именно после этого я решилась пойти на эпиляцию, и я была уже где-то на шести сеансах, потому что их нужно делать в промежуток через месяц или через полтора, по-моему. И я делаю только одну зону, это зона подмышек. Решила начать с малого, так сказать. Процедура занимает буквально пять минут, потому что это в целом маленькая область. Это слегка больно, но для меня это в пределах нормы. Чуть-чуть полежала, чуть-чуть, знаете, так комарики попусали, и все, дальше уже пошла по своим делам. Эффект мне нравится, потому что далее я совершенно забываю про волосы. Но единственное, сразу после процедуры волосы, наоборот, как-то, знаете, выглядят выжженными, и первое время их, наоборот, очень сильно видно. Далее уже через время они начинают выпадать, они выпадают, и подмышки совершенно гладкие. Следующий вопрос, будут ли еще новые видео на тему йоги и растяжки? Я сама очень сильно хочу снять эти видео, потому что многим они откликнулись, на этих видео уже больше миллиона просмотров, и каждый день мне поступают комментарии, что очень нравятся эти занятия, что они делают там каждый день, и я понимаю, что сто процентов те, кто делает это каждый день на протяжении долгого времени, хотят что-то новенькое. Я планирую снять еще видео на эту тему, и надеюсь, что как можно скорее получится это реализовать, поэтому пожелайте мне сил, потому что я очень трепетно к этому отношусь. Я стараюсь, чтобы каждое упражнение продолжало предыдущее, и все в целом помогало расслабить все мышцы. Иногда для создания такой идеальной, и при этом короткой тренировки, требуется огромное время. Что делать, если хочется заниматься огромным количеством хобби, но на них всех просто не хватает времени? Как мне это знакомо? Вы не представляете, буквально вчера я думала о том, что у меня так много хобби, точнее говоря, мне так многое хочется делать. Это, насколько вы знаете, игра на пианино, рисование картины по номерам, спорт, также вношу это в хобби, это съемка видео, это свечеварение, это чтение книг, это создание одной вещи, которая пока что под секретом. Какое решение я нашла? Я поняла, что среди всех этих хобби наиболее актуальные на данный момент времени всего парочку. Поэтому я беру те конкретно хобби, которые я люблю, которые сейчас актуальны, и концентрируюсь на них. Могу две недели, неделю или месяц, в общем, небольшой промежуток времени заниматься только одним или двумя хобби. Только тогда получается уделять этому хобби достаточное количество времени. Далее приступает время, и я перехожу, например, на другое хобби. Потому что я поняла, что все-все хобби единовременно успевать точно не получится, поэтому нужно выстраивать приоритеты и выбирать на определенный промежуток времени только определенные хобби или определенные занятия. Например, у меня сейчас в приоритете два крупных хобби — это спорт и игра на пианино. И второе, более мелкое хобби — это чтение. Потому что на чтении практически всегда можно найти время перед сном, или утром, или в автобусе пока едете. Планируете ли поехать за границу в этом году? Я очень люблю путешествовать, очень люблю посещать новые места, новые культуры. Конечно же, я очень хочу, но на данный момент у меня закончился Шенген, вот буквально в январе. Если я получу Шенген, если я все спланирую, то, конечно же, я поеду. И, кстати, делитесь в комментариях, планируете ли вы куда-нибудь поехать в этом году? Думаю, может быть, это будет новый город, какая-то страна, или это будет вообще исполнение вашей давней мечты. У кого вы учились монтажу, съемкам и так далее? Я не проходила какие-то там курсы, не училась ни у кого, я просто все гуглила. То есть, когда я скачала себе Adobe Premiere Pro, я посмотрела видео на YouTube, там Adobe Premiere для новичка, или Adobe Premiere с нуля. Смотрела сначала эти видео, и далее уже по ходу поступления проблем, когда я монтировала, я гуглила уже определенные запросы. Поэтому так и училась на собственном опыте и с помощью интернета. Как твой канал вырос так быстро? Были ли платные способы? На самом деле, это не так уж и быстро, потому что самое первое видео, мой самый первый опыт был в 2017 году. Тогда я сняла одно видео, и далее уже был огромный перерыв, то есть я этим не занималась, и где-то в 2019-2020 я уже начала более регулярно снимать, и прямо активно, это где-то последние полтора года. Что могу сказать? Это только труд, только анализ, только... Не знаю, наверное, самая большая основа это то, что мне это нравится. Это мне реально нравится, я обожаю это делать. Мне нравятся все процессы, от написания сценария, от продумывания идей, от постановки кадра, света, все вот эти съемочные процессы, монтаж, обработка, звук. Кстати, да, все-все это я делаю сама, поэтому мне все это нравится. В самом начале я использовала рекламу, это, по-моему, была какая-то гугл реклама, если честно, я не помню, я ее использовала до первой тысячи подписчиков, потому что самое сложное, как эмоционально, морально, и по всем рантам сложно, это набрать первую, свою аудиторию, первые тысячи человек. Далее я уже использовала только свои силы, не использовала никакую рекламу, никакого там, не знаю, коллаборации с кем-то, сотрудничества, я просто снимала видео, и их смотрели, и все, то есть органический рост. В какие цвета вы красили волосы, красите ли вы сейчас, и в целом, как относитесь к таким изменениям? К любым изменениям я отношусь прекрасно, то есть, если кто-то меняется, или если я меняюсь, я думаю, что это всегда интересно, и если хочется, то нужно делать. Если говорить про то, в какие цвета красилась я, в основном, это было в подростковом возрасте, и я красилась в какие-то рыжие. У меня волосы от природы темные, я уже не красилась, года три, наверное, уже, я красилась очень давно, и мне хотелось русые волосы, поэтому я красила их во что-то светлое, и получалось что-то рыжее. Это были все вопросы, но прямо сейчас я хочу взять, так сказать, из реального времени несколько вопросов, которые мне успели написать, пока я снимала это видео. Ксения, чувствуете ли вы себя счастливой? Ответ короткий, да. Почему нет? Что-то пока меня не было, одни философские вопросы появились, это как вы считаете, в чем смысл жизни, но, знаете, на данный момент мне не приходит полноценный ответ, поэтому, возможно, в другой раз отвечу. И опять философский вопрос, это бывает ли, что в вашей жизни чего-то не хватает? Знаете, всегда кажется, что чего-то нет, всегда кажется, что я буду счастлив, если исполню мечту, я буду счастлив, если куплю себе новый компьютер, новую машину, обрету новую работу, но вот это чувство, что чего-то не хватает, оно будет вас преследовать всегда, если вы не поймете, что в вашей жизни есть все, вы просто должны это ценить. Да, можно стремиться к лучшему, можно стремиться к большей зарплате, можно стремиться к хорошим отношениям, можно стремиться к новой квартире, но всегда нужно быть благодарным жизни за то, что вы уже сейчас имеете. Поэтому, нет, я не чувствую, что в моей жизни чего-то не хватает, даже если в моей голове могут возникать эти мысли, я быстро от них отхожу, потому что именно вот это вот мое мышление помогло мне понять, что в моей жизни уже есть все. Какой пользуетесь расческой? Не так давно я себе купила Tangle Teaser, потому что о нем я мечтала очень давно, когда, вы знаете, он был популярен, у всех он был, но у меня не было средств, чтобы его купить. Сейчас я взрослая, и могу себе это позволить. Я купила, и в целом расческа хорошая, но могу сказать, что моя прошлая массажная деваль была лучше, но ее я отвезла к родителям в дом, потому что я к ним частенько приезжаю, и там ей пользуюсь. Реакция Леши и родителей на решение открыть канал на YouTube. Реакция Леши прекрасная, и я завела канал, по-моему, еще до Леши, и это всегда было какой-то моей тягой, поэтому Леша отнесся прекрасно, он меня и по сей день очень сильно поддерживает. Родители, да, я не говорила родителям об этом, я просто начала снимать. Моя мама узнала о том, что у меня есть канал от родственников из Якутска, чтобы вы понимали, когда она ездила в Якутск, ей там сказали, ой, мы смотрим Ксюшин канал, нам так нравится, и так моя мама и узнала. Подскажите, что за пижама была в видео «Мое утро». Это пижама из Aimclaw, ее я подробнее показывала в видео о новогоднем, где я красилась, и тоже частично отвечала на вопросы. В последнее время много видео есть про одежду. Реклама ли это? Могу сказать, что у меня немного видео про одежду, может быть, так кажется, потому что прошлое я снимала в январе, сейчас в феврале, и до этого я уже даже не помню когда. В целом у меня есть сотрудничество с какими-то брендами, потому что это частично моя работа, но я ни в коем случае никогда не беру то, что мне совершенно не нравится, то, что мне неинтересно. Одежда, стиль — это одна из тем, которые меня интересуют, потому что стиль в одежде, он пересекается со стилем дома, меня интересует тема одежды, меня интересует тема саморазвития, уюта, ухода за собой, и все это я снимаю тогда, когда чувствую, тогда, когда слова сами идут из меня, или пробую совершенно что-то новое для себя, потому что я ни в коем случае не люблю себя сковывать, и всегда снимаю от души то, что мне хочется, то, что мне нравится. Закончим на таком забавном вопросе. Какой у вас аттестат, красный или синий? У меня синий аттестат, потому что я никогда не гналась за оценками, для меня самое важное — это здоровье, понимание этих знаний. Здоровье я затронула, потому что иногда слишком сильно стараются там получить, например, красный диплом, сквозь недосыпь, сквозь, я не знаю, нервы, все такое, но гораздо важнее — это здоровье, гораздо важнее — это ваш интерес к определенным предметам, гораздо важнее — это общение со своими одногруппниками, поэтому у меня синий диплом. Это были все вопросы. На самом деле я готова с вами болтать еще, но солнце уже село, мой живот уже урчит. Спешу на кухню поскорее кушать. Все, желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, будьте счастливыми, будьте независимыми и не бойтесь ничего. Все у нас будет хорошо, поэтому целую, обнимаю и иду кушать. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok